Можно сказать, я человек советской закалки. И защищать преступников вообще не планировал. Не планировал. Сразу от плечи, я человек-практик, не теоретик. Мечта моя первостепенная, это, наверное, мечта. Ахмедов Аяс Ибрагимович. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале в гостях у адвоката. И сегодня у меня в гостях уважаемый адвокат Ахмедов Аяс Ибрагимович. Очень долго уговаривал прекрасного, чудесного адвоката дать интервью. Ну, какой-никакой, все-таки я не репортер, не корреспондент. Ну, и Аяс Ибрагимович согласился. Да, спасибо за предложение. На самом деле, мне очень приятно дать интервью замечательному человеку, своему коллеге. На самом деле, я так считаю. По сути, так оно и есть. Вот. Ну, как говорится, на простонародье долго не ломался. С удовольствием согласился. Потому что, зная человека и зная тому, с кем будешь общаться, с кем будешь поддерживать контакты, кому будешь давать интервью, я все же считаю, что человек должен, прежде всего, приятный, располагать к себе. Ну, что, в принципе, Денис Валерьевич, вас это все единовременно сочетает. Ох, спасибо вам большое. Ну, это не из категории басни, да, кукушка хвалит петуха. Петуха за то, что хвалит он кукушку. Да, ни в коем случае, нет. Ни в коем случае, на самом деле, я так считаю. Я и все мои коллеги знают мое отношение, да, то есть, как бы, к вам как профессионалы и, прежде всего, как к человеку. Да, поэтому я с удовольствием согласился на интервью. Спасибо вам огромное, Алиас Валерьевич. Давайте с вами начнем, знаете, с чего? Как так получилось, что вот эта вот большая планета вас обрела? И когда она вас обрела? Ну, потому что я вас предупреждал, да, что в основном вопросы будут о жизни, о вас. Потому что касаемо нашей работы адвокатской, да, тут половина все закрыта адвокатской тайной. Смысла что-то выуживать я просто не вижу ни поэтическим соображениям, ни по профессиональным, ни по каким, да, вообще. Расскажите, пожалуйста, как вообще так произошло? Ну, да, с удовольствием расскажу. Ну, планета, как говорится, обрела благодаря моим родителям меня. Вот, это было достаточно давно. Можно сказать, я человек советской закалки. В свое время, конечно, с ностальгией вспоминаю те времена. Почему? Потому что, ну, действительно, были люди порядочные. Ну, и сейчас, конечно, я не отрицаю, что много порядочных, хороших людей. Но в то время та система располагала к тому, чтобы люди были дружные, да, более, поддерживали более такие близкие, дружественные отношения между собой. Вот, поэтому, ну, опять-таки, повторюсь, с ностальгией вспоминаю те времена и, соответственно, вот, возвращаясь к нам вопрос, как планета приобрела меня, да, то есть, ну, да, благодаря, опять-таки, повторюсь, родителям, ну, и, соответственно, школа, советская школа, вот, родом я из Баку, ну, ну, и жил свое, как говорится, совершеннолетие, достиг тоже в этом прекрасном городе, вот, Азербайджанской ССР, вот, поэтому, ну, кстати, по обучению хочу немного, как бы, сказать, что обучение в советское время в Баку, по крайней мере, да, в таком прекрасном городе, такой прекрасной республике, было очень хорошее, вот, как говорится, советское обучение, я обучался, естественно, на русском языке, то есть, русский сектор заканчивал, да, ну, я думаю, что по моему акценту даже и не чувствуется, что каким-то образом моя причастность даже к школе, наверное, с углубленным изучением азербайджанского языка, да, ну, тем не менее, учились, радовали жизни, вот, окончил среднюю общеобразовательную школу, ну, на тот момент 10 классов это было, ну, советская армия впоследствии. А с медалькой закончили? Нет, нет, я учился, знаете, как, посредственно, да, то есть, хорошист, можно сказать, хорошист, вот, сразу отвечу, я человек-практик, не теоретик, я теорию изучаю по мере того, чтобы, как сталкиваюсь, соответственно, с определенной категорией дел, да, плавно перехожу и на дела, то есть, да, начинаю изучать теорию, и человек, когда в профессиональном смысле занимается своим делом, естественно, впоследствии, при, значит, при том, что, когда сталкивается с работой, ну, определенными категориями дел, естественно, начинает изучать, ну, практику соответствующего, вот, как говорится, да, дела, да, то есть, определенного дела, да, процессуального дела с тем, с чем столкнулся, вот, ну, и в настоящее время, учитывая уже длительное время моей работы под адвокатом, да, соответственно, мы постоянно повышаем свою квалификацию, да, изучаем, соответственно, всю практику, которую, новую практику, с которой сталкиваемся, вот, ну, в принципе, примерно, вкратце вот так. Ох, как здорово, а я сейчас вас из адвокатуры немножко-то обратно вытяну, да, давайте по советскую армию. Вы же как, если, я, я правильно понял, да, маленький Аязик, жил, рос, учился в школе, да, и защищать преступников вообще не планировал. Не планировал. В армию пошел, там тоже, наверное, не планировали. Нет, не планировал. А дальше-то что? Мечта моя, первостепенная, это, наверное, мечта детства, это было стать врачом, вот, врачом, и побольше, в большей степени это хирург, да, то есть, да, ну, действительно, это мечта, которая впоследствии также и перешла, и, как говорится, в более зрелый возраст, также хотел после армии стать врачом, но, к сожалению, так получилось, что развал Советского Союза, все планы поменял, и получилось так, что необходимо было зарабатывать деньги, да, то есть, ну, как бы, и помогать родителям, вот, ну, поэтому эти мечты, наверное, в какой-то долгий ящик отошли, вот, ну, да, ну, моя мечта, чтобы, в принципе, мое поколение, да, мои дети, ну, кто-то, вот, стал врачом, вот так вот. Поэтому, ну, что касается Советской Армии, да, я служил в Казахстане, вот, в Советской Армии, опять-таки, повторюсь, да. А войска, как это? Войска была авиация, да, ну, авиация, ну, не стал, и авиация, это не означает, что мы за ней на самолетах сидели, рулили, крутили там, ну, я извиняюсь, как они там называются, я даже не знаю, как это, что в самолетах, да, штурвал, да, 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 вот, штурвал называется, да, нет, у нас просто функции, по сути, тех же ракетчиков, которые фиксировали то, что выпускалось из самолета, да, то есть вот так вот, ну, должность, в принципе, соответствующая была, оператор радиотелеметрических станций, вот, по идее, ну, то есть... это, конечно, больше располагало к дому, да, то есть здесь уже желания остаться не было, да, дружный коллектив, свои сослуживцы, с которыми мы, в принципе, сейчас тоже общаемся, да, ну, вот, ну, такого желания не было, хотя, по сути, сейчас, на данное время я, как бы, сожалею об этом, да, вспоминаю, все-таки думаю, что стоило бы в эту структуру, в этой структуре остаться и, значит, продолжить свою деятельность, как раз-таки, будучи военнослужащим, да, я просто смотрю, что на настоящее время не льготы, как бы, да, но все-таки люди, да, давайте сходить из того, что каждый человек ищет, где лучше, и, соответственно, где бы он бы, возможно, понадобился бы, принес бы пользу, а кроме пользы, когда мы говорим о пользе, мы имеем в виду еще и для своей семьи, да, пользу, да, поэтому здесь и квартира, жилье и, соответственно, пенсии, да, достойные, поэтому... А дедовщина была? Я бы не сказал, что там дедовщина была, нет, просто, как бы, люди, наверное, разного склада характера собирались, естественно, ты должен был тоже показать свое «я», вот, чтобы, как, отстоять свою позицию, поэтому, нет, дедовщины не было, да, но в любом случае, ну, как, принципиальность нужно было бы приемлить, вот так вот. Понятно. Смотрите, Аяс Ибрагимович, как, что получается у нас, да, по-факу? Резать людей у вас не получилось. Не сложилось, да? Нет. На истребителях летать тоже что-то не получилось. Тоже не получилось, да, о чем сожалею. Конечно. После армии что было? Вот пришли вы из армии, и почему-то у меня, меня терзают жуки и сомнения, что вот прям раз, и у вас прям идея. Я адвокат. Я буду сейчас? Нет? Да, нет. Ну, практически после армии, конечно, пришел, я вернулся, опять-таки, на историческую свою родину, в Баку. Ну, к сожалению, уже в 90-х годах наступила перестройка, вот, не знаю, как бы, об этом, конечно, вспоминаю не очень хорошо, потому что считаю, что все-таки то, что было в Советском Союзе, то ценное, конечно, уже исчезло, вот. Ну, и, естественно, половина жителей нашей республики, да, в данный момент я имею в виду Азербайджана, уехали мои знакомые, да, близкие. То есть, сразу оговорюсь, вернусь к тому, что Баку, он очень интернациональный город, и, в принципе, Азербайджан интернациональная страна, да, очень дружественно относится ко всем, да, вот, но, тем не менее, с теми людьми, с которыми дружили, да, то есть, они половина уехали, там были евреи, армяне, русские, лезгины, то есть, как бы, разных национальностей, да, поэтому, да, потеряв в некотором роде, да, своих друзей, ну, как бы, понимаете, как, здесь начинаешь уже ориентироваться к тому, что приспособиться, наверное, будем так говорить, грубо скажем, что приспособиться к тому положению дел, к тому обстоятельству, к той ситуации, которая уже есть, да. Ну, учитывая все же, что я обучался на русском языке, учился в русском секторе школы, да, в Сабунчат, кстати, в поселке Сабунчи, вот, ну, я принял решение все-таки уехать сразу в Россию. Вот, да, и в Россию, вы знаете, это, конечно, не хочу говорить, как это получилось, но это все произошло буквально случайно, я попал в Самаду. Случайно, прям не планировал, я, в принципе, может быть, и не знал, что это бывший Куйбышев, да, целенаправленно не планировал туда попасть, ну, у меня была цель, поехав в Россию, да, то есть, как бы, хорошо. Вы оказались в Самаре? В Самаре. Бывший Куйбышев, да. И? И я понял, что я уже врачом не стану, потому что нужно зарабатывать. Точно, то есть, надежды были, оставались они какие-то, да? Да, они до сих пор есть, была моя воля, я бы сейчас бы пошел бы, можно сказать бы, выучился бы, но, к сожалению, уже возраст, как бы, я понимаю, что нет определенных категорий возрастов, да, как бы, но, тем не менее, реально оцениваю ситуацию и понимаю, что все же нужно заниматься уже тем, к чему ты уже расположен и чего ты добился, так вот, да. Вы нашли себя? Да, как бы, благодаря, опять-таки, близким людям, я все-таки был, учитывая, опять-таки, как мне сказали, ваш логический склад характера, да, вам бы неплохо было бы пойти вот по этой, как говорится, ступени по юриспруденции, да. И вы? И я решил поступить в Самарский государственный университет, да, и что, в принципе, было и сделано, поступил, хотя человек, который готовил, можно сказать, всю сознательную молодую жизнь, готовился к сдаче экзаменов по химии, биологии, математику, да, а тут история, там, ну и иные предметы, да, которые как раз-таки гуманитарные предметы. Как вы это вообще тогда? Не знаю, как получилось, но я сдал, да, то есть, как бы, подготовился, да, я сам удивляюсь, да, то есть, как бы, что сдал, но, в принципе, по истечении длительного времени, я не жалею о том, что я пошел по этому направлению, это действительно, в настоящее время я уже забегаю даже вперед, это моя любимая профессия, надо заниматься тем, что любишь, да, я понимаю, что, действительно, это тоже я люблю, потому что здесь я могу приносить пользу, и это не громкие слова, вот, ну и, соответственно, то, что у меня получается, возможно, даже немножко похвалишь, что хорошо получается. Это мы, как-то, в лет 30, наверное, перепрыгнули, да, четверть века, вот так вот, раз и все, а, да. Мы периодически будем возвращаться. Конечно. Я понимаю, что вы все-таки нацелены на то, чтобы меня, как бы, возвращать на то, откуда мы вышли, да. Вот учились вы в университете, да? Правильно. Петерки были опять? Нет, учился я, опять-таки, я повторю, что я практик, я не теоретик, я вот это вот, те предметы, которые, в принципе, как таковой, они, ну, как бы, на тот момент были не очень необходимы, я, конечно, не акцентировал на них внимания, вот, поэтому обучался, ну, обычные предметы, обучался, ну, ну, хорошо, но удовлетворительно, будем почестнее, да, но удовлетворительно, вот. И в тот же момент я решил все-таки устроиться в правоохранительные органы, соответственно, именно в тот орган, где, возможно, я бы извлек пользу, да, для себя. Я всегда исходил из того, что человек должен заниматься, опять-таки, повторюсь, тем, что он любит, и тем, что он может, да, тем, что он может, где принести пользу, вы понимаете, как поэтому направлена была цель на то, чтобы найти действительно тот орган, ту службу, где я могу извлечь для себя какую-то пользу. И этим органом был следственный орган, да, при, на тот момент отдел милиции, да, управление милицией, даже не отдел, а управление милицией Кировского района, с города Самары. Действительно, это тот, значит, правоохранительный орган и тот район, где она считалась кузницами кадров, да, то есть, как бы, район был, в принципе, как таковой, не очень благополучный, ну, для меня, как для следователя, ну, это, можно сказать, знаете, было большим опытом, повлияло в итоге для того, чтобы я извлек из этого большой опыт, да, то есть, как бы, который, в принципе, до настоящего времени, оно, как бы, и понадобилось, и нужно, и необходимо, да, то есть, исходя из этого, могу сказать, что, все же, я благодарен тем людям, которые меня направили, вот, в этот, в эту структуру, да, вот, ну, по сути, на самом деле, это принесло пользу, и до сих пор я пользуюсь теми благами, которые извлек, работая, опять-таки, следователем. Работа, действительно, очень тяжелая была, да, но каким-то образом она повлияла, даже не, можно сказать, не каким-то образом, действительно, она очень хорошо повлияла на профессионализм, да, вот. Ну, и, как мне сказали, больше возвращаясь, опять, к тому же, медицине или юриспруденции, да, как мне сказали, у вас логический склад ума, вам все-таки стоит, вот, попробовать себя в этом направлении. Я думаю, что, возможно, не ошибались, то есть, как бы, в принципе... Хорошо, попробовали вы, да. Что вы делали? Вы очищали наше общество от преступных элементов. Ну, это, наверное, все-таки громко сказано, очищали от преступных элементов, да. Преступления, соответственно, были, да, мы расследовали эти преступления, да. То есть, я очень благодарен своим коллегам, которые меня учили, в частности, даже в настоящее время с одним из коллеги, которая, как бы, была основополагателем, то есть, тот человек, который меня обучал, является и соучредителем нашей организации, да, Уж не Быханова, или Ирина Васильевна. Да, именно она, да, за что я ей благодарен, действительно, человек обучал меня, вот, тоже... Чему, прошу прощения, обучать? Ну, процессуальным, тем процессуальным действием, которое, в принципе, должен проводить следователь, да, то направление, которое, как правильно составлять, допустим, документы, да, то есть, она, в принципе, действительно, как бы, свою лепту внесла, вот, как раз мой профессионализм, да, за что я ей очень сильно благодарен. Я немножко отвлекусь, дорогие друзья, товарищи, отдельно хочу отметить, что Быханова Ирина Васильевна, Ахмедов Аяс Абрагимович и еще масса адвокатов, про которых я говорю периодически, что это очень талантливые люди, я иногда, мне удается видеть, как они кровь сворачивают своим оппонентам, просто вообще, все творят, ужас вообще. А скромные, скромные такие, ходят, улыбаются, ну, вежливые люди, вот такие вот они. Да, просто закомплименты. Так, Ирина Васильевна вас обучала, как правильно... Ну, одна из тех, кто обучал, действительно, внесла очень свою большую лепту, это была Ирина Васильевна Быханова, да, последствия уже естественные, там и другие, конечно, коллеги были, помощи которых я, в принципе, пользовался, да. То есть, ну, это, вы знаете, такая структура, что поступив туда, приступив к работе, соответственно, ты всегда пользуешься помощью своих коллег, да. Никто, конечно, не отказывал, но впоследствии ты, естественно, то, что приобрел ты, те знания, которые, в принципе, получил ты, ты с ними делишься, со своими уже другими коллегами, которые вот решили себя попробовать на этом поприще. То есть, получается, это какая-то взаимовыручка, да? Отдача, да, отдача. То, что ты получил, ты должен, в принципе, отдать. Это и правильно, понимаете? Мне кажется, что это чем-то с религией даже сходится. Это прям вот, ну, вы меня очень хорошо знаете, что я к религии очень хорошо отношусь, да, и что все, что ты получил, ты передать, и все, это накопительный эффект имеет. То есть... Ну, согласен, да, вся жизнь, она, в принципе, взаимосвязана с религией. Я считаю, что Господь, Аллах, да, то, что нам дал, в принципе, да, изначально я всегда говорю, да, то есть у нас клиенты, которые доверители, не клиенты, а правильно будут доверители, которые обращаются к нам и хотят каких-то гарантий, я всегда говорю, гарантии у нас только может дать это Господь, да. Поэтому давайте исходить из того, что мы просто должны добросовестно исполнять свои обязанности, работать, соответственно, стремиться к тому, чтобы полностью выполнить поручения своих доверителей, а все остальное, если вы гарантия, ну, во-первых, в соответствии с федеральным законем, как вы знаете, об адвокатской деятельности, об адвокатуре, мы не имеем права этого делать, и даже если бы такие права были бы предусмотрены нам, да, вот, в чем я глубоко сомневаюсь, мы не должны этого делать, и это и правильно. Ну, потому что это неразумно, давать гарантии для третьих лиц, да? Вообще Господь только может дать эти гарантии, поэтому здесь, да, возвращаясь к тому, что мы о чем говорили, то есть, вот, мне дали знания определенные, и, соответственно, я должен делиться с этими знаниями уже с другими, то есть, с более молодым поколением, а, возможно, даже и немолодыми, и теми служащими, которые уже длительное время находились как раз-таки при исполнении своих должностных обязанностей в этой структуре, да, то есть, ну, понимаете, опыт же, он приходит годами, ну, даже не годами, а днями. Работая в следствии, понимаешь, что каждый день он, в принципе, тебе дает какой-то полезный опыт, да, ну, и, соответственно, те даже служащие, которые, в принципе, осуществляли более длительный, вернее, более длительный срок, да, работали, да, ты мог и с ними поделиться своими знаниями. То есть, это, в принципе, опять-таки, как говорится, в некотором роде на простом языке это бартер. То есть, энергетический взаимообмен, да, к слову, сейчас немножко отвлечемся, те фокусы, которые иногда вытворяю я, их придумал не я, их научила меня не моя мама этим фокусом, а Ипас Ибрагимович многое чего показал, рассказал, вот так. Ну, я думаю, что в данном случае немножко тоже свою лепту вставлю, что здесь учи-не-учи, вы понимаете, как, если человек не расположен к этому, если он не хочет принять эти знания, которые обучают, да, то это бесполезно даже. Смотрите, следственные органы, вы привлекаете людей к ответственности, к уголову. Ну, в некотором роде, да, мы расследуем дела, да, мы расследовали дела, да, ну и, соответственно, да, и привлекали людей там. И тут у вас каким-то образом, вы как адвокатом вообще стали? Вы понимаете, это же хороший вопрос, да. Как переметнуться на другую сторону, мы же оппонент. Хороший вопрос, да. Ну, почему именно адвокатом? Ну, здесь, я думаю, что все-таки играет ряд факторов, каких именно. То есть, первое, это то, что вообще повлияло на то, чтобы ушел со следственных органов. Я считаю, что года три, четыре, пять, и ты понимаешь, что ты в принципе, в принципе, то, что основу, основу, да, вот, этой работы ты в принципе усвоил, да. То есть дальше, ну, в моем понимании, опять-таки, это мое личное субъективное мнение, идет деградация, да. То есть, как бы, ты научился работать, ты, соответственно, знаешь, как бы, те основные процессуальные моменты, чем ты должен руководствоваться. Но я такого склада характера человек, что если дальше мне учиться особо-то нечему, я считаю, что это уже зря прожитый день. Поэтому, в принципе, понял, что надо и уходить оттуда, да, то есть, как бы, менять в некотором роде свою профессиональную деятельность, ну, учитывая работу в следственных органах, что греха таить, да, здесь, естественно, первое, это то, что, на что обратил свои взоры, как говорится, это адвокатура, да. Ну, понимаете, как, это следствие, суд, она, по сути, зависимость, да, какая-то зависимость, хоть бы что ни говорили. Да, я в УПК указана, да, о независимости и следствия, и судов, и так далее, но, по сути, и опять-таки, по истечении длительного времени, я понимаю, что все, все от всех зависит, да, то есть, в данном случае, та структура, государственные органы, да, не всегда находятся в какой-то зависимости. Ну, и опять-таки, что греха таить? У нас суды, это с обвинительным уклоном, если это касается уголовных дел, если касается гражданских дел, да, какая-то, действительно, правовая справедливость есть, но, но, оговорюсь, если это касается споров с государственными органами, вот это вот, опять-таки, редко, когда ты, ну, опять, ну, конечно, есть, да, вы, ну, на простом языке выигрывали, да, дела, ну, по идее, по сути, к сожалению, вот, наши суды устроены так, что они поддерживают в основной, в основной своей массе, это позицию государственных органов, да, тяжело биться, да, поэтому, почему не суды, ну, знаете, хочется, хочется все-таки независимости и приносить пользу, а не выполнять формально свои обязанности. Жестко, жестко. Хорошо, вы решили стать адвокатом. Решил. Что для этого сделать надо? Просто, теперь я адвокат, да, и все, вот мне медалька, или как это? Ну, да, вот, опять-таки, чтобы стать адвокатом, как, в принципе, и вам известно, это не так, не так просто сделать, потому что, действительно, это такая структура, это такая система, это такая корпорация, чтобы туда каким-то образом поступить, это для этого необходимо сдать экзамены, да, то есть это не так просто, опять-таки, действительно, там сидят комиссии, да, из 12 человек, и это все профессионалы своего дела, поэтому стоит в некотором роде поставить различие, да, юрист и адвокат, да, юрист, мы все юристы, да, мы закончили, соответственно, какие-то вузы по специализации юриспруденция, ну, и получили квалификацию юриста, диплом юриста, да, дальше, чтобы продолжить свою деятельность, да, мы можем продолжить также и в качестве юриста, да, выполняя определенные поручения своих доверителей, вот, ну, и, или адвокатом, да, но, чтобы стать адвокатом, это, опять-таки, повторюсь, необходимо было сдать экзамен, да, где сидят большие профессионалы, вот, что, в принципе, было и сделано, да, пришлось попотеть, конечно, все изучить, потому что это же требует большого изучения объема материала, вот, ну, благополучно был сдан экзамен, ну, и, соответственно, оказался в рядах, вот, адвокатура наших вот... А с первого раза вы сдали, да? С первого раза, да, сдался, с первого раза сдался, и слава богу, да. Сложно было? Ну, я считаю, что сложно, конечно, вы знаете, сложно, с чем заключается, не только в изучении, допустим, материалов, да, сдачи, но это же еще психологический фактор, когда ты понимаешь, что на самом деле сидят профессионалы, асы, да, будем так говорить, и ты, как, в принципе, как тот же студент, да, абитуриент, студент, сидишь и вот сдаешь им экзамен, это все, конечно, сложно, поэтому... А сильно давили психологически? Нет, давления как раз-таки никакого не было, там адекватные люди, по сути, да, но само то обстоятельство, что ты уже идешь на экзамен, оно располагает к тому, что ты будешь сдавать этот экзамен, соответственно, ты должен психологически быть подготовленным, да, ну, и, естественно, это требует определенного, знаете, как напряжения, поэтому, да, сдали, да, еще раз повторюсь, адекватные люди, члены комиссии, ну, и, слава Богу, вот, как бы, все удачно закончилось, заметить каждое предложение, я говорю, слава Богу, да, в основном, да, то есть, как бы, опять-таки, это с Божьей помощью, все, да, вот так вот. А потом, вот вы сдали экзамен, да, потому что, смотрите, вот я, например, сдал экзамен, я, когда вышел, да, из здания Федеральной палаты адвоката Московской области, до конца не понимал, что, ну, что теперь, что теперь, то есть, как бы, пути какие-то открыты, все здорово, слезы вот так текут, в небо кричу, радуюсь, ку-куха поехала, я очень был рад, вот вы сдали экзамен, и что? Да, аналогичные были эмоции, я сдавал экзамен, это, учитывая, что я проживал в Самаре, да, сдавал экзамен, естественно, в Самаре, да, президент палаты Бутовченко Татьяна Дмитриевна, очень замечательный, очень прекрасный человек, на самом деле, так оно и есть, профессионал своего дела, то есть, как бы, понимаете, как, ну, нельзя без, ну, к этому человеку только можно относиться с уважением, да, то есть, как бы, ну, и сдав экзамен, соответственно, тоже изначально не осознавал совсем, что происходит, да, то есть, как бы, да, экзамен сдан, сдан, дальше, да, ты представляешь, что ты будешь работать как раз-таки адвокатом, да, это определенная ответственность, как бы, на тебя возлагает, да, но тем не менее, это было приятно, конечно, да, с этой радостью поделился со своими близкими, вот, все были рады этому, ну, и впоследствии, не помню, по-моему, на тот момент, это был 6-й, 2006 год, если я не ошибаюсь, вот, соответственно, через месяц присяга была принята, если я не ошибаюсь, опять-таки, удостоверение было выдано и стал полноценным адвокатом, стал осуществлять свою деятельность, и учитывая опыт работы в правоохранительных органах, конечно, ну, коллеги, изначально, потому что, сами понимаете, чтобы доверители заключили соглашение, это не только опыт должен быть, ну, и, соответственно, люди о тебе должны знать, да, что ты работаешь адвокатом для того, чтобы обратиться к тебе, ну, и коллеги помогали, рекомендовали тебя как адвоката, ну, и, в принципе, да, приступил к своей деятельности, и работа в службе следственных органов, она дала свое, как бы, значимое, повлияло, да, на профессиональную деятельность, вот, ну, и, ну, все, в принципе. А какая у вас мечта? Мечта? Интересный вопрос, да, мечта. Ну, знаете, сейчас вот прям мысли разбежались, их очень много, да, человек без мечты, это, наверное, уже человек, потерявший определенный, как бы, интерес к жизни, поэтому мечта должна быть всегда, вот. Интерес к жизни. В чем вообще этот интерес может заключаться? Интерес заключается во всем, понимаете, как качественно провести свою работу. Опять, в простонародье. Уходят. Ну, это же тоже мечта, оставаться в тренде, то есть, опять-таки говоря, более молодежным языком, да, то есть ты проявлять свой профессионализм, да, если убрать вот эти все громкие слова, соответственно, занять свое достойное место, да, как говорится, в адвокатуре. Я понимаю, что, да, вы сейчас вот действительно считаете, ну, как бы, да, есть определенное место, которое мной уже занято, то есть она, как бы, пользуюсь уважением своих коллег, ну, я так, по крайней мере, считаю, что я пользуюсь уважением коллег своих, да, но тем не менее, вы понимаете, это мечты в совокупности, они складываются как из профессиональной деятельности, так и из-за имущественных отношений, конечно, ты хочешь там, вот, выполнив качественно свою работу, да, как бы, ну, завоевать уважение своих доверителей, потому что это не то, что вот один, допустим, твой доверитель, который к тебе относится положительным, нет, ты стараешься в каждой работе, вот именно каждого доверителя расположить к себе, чтобы они в процессе, да, остались довольны твоей деятельностью, да, и, соответственно, принося пользу, да, ты извлекаешь пользу для себя. И хочется, конечно, ну, знаете, я обычный человек, да, такой же человек, и хочется, там, имущество приобрести. А какой? Ой, много имущества хочется. Много, да, давайте начнем. Дома, квартира. И автомашин, ну, все это в итоге, в итоге, как бы, оставить своим детям, да, то есть, ну, кто у нас будущее? Будущее это наши дети, правильно же? А смысл жизни человека вообще в чем? Как вы считаете? Ну, знаете, вот некоторые возможности со мной не согласятся, когда с некоторыми людьми, не коллегами, а людьми разговариваешь, они считают, что вот мы же живем один раз, да, соответственно, мы должны прожить для себя, вот, то есть, как бы, получить удовольствие от жизни. Мы же больше не вернемся, возможно, да, опять, мы же не знаем, пути Господни неисповедимы, что там, да, происходит. Да, кайфануть каждый, многие еще хотят это прямо. Нет, у меня, наверное, все-таки смысл жизни – это, чтобы близкие были довольны. Когда мои близкие довольны, вы понимаете, как это, для меня это удовольствие, да, когда я могу дать им то, в принципе, что в состоянии дать, чтобы они были, опять-таки, видеть их вот эти вот искрящиеся радостные глаза, понимаете. У меня вот это удовольствие, на самом деле, это, не знаю, все это, как говорится, говоря об имуществе, я опять-таки замечу, что это имущество кому? Ты приобретай их, ты им отдаешь, и ты понимаешь, что ты сделал, делаешь, сделал для них то, в принципе, да, что планировал, да. А дальше все равно, в любом случае, я всегда говорю, да, дальше я хотел бы не то, что они, вот, да, пользовались благами, но наращивали эти блага, понимаете, и своим детям так же относились, своим близким так же относились. А для себя чего хотите? Из материальных ценностей, конечно же. Меркантильные я вопросы сейчас задам. Да нет, это нормальный вопрос, в принципе, почему бы нет, это, опять-таки, для чего нужно лукавить, да, понятно, что люди так устроены, что имущественный интерес, он везде присутствует, поэтому, когда начинают громкие слова говорить о том, что, да, есть люди, которые действительно там, допустим, ну, вот, свою деятельность видят благотворительность и так далее, да, то есть, как бы, помогать вот просто другим, да, и ничего себе, как бы, не оставляя, да, то есть, в моем случае, вы понимаете, как, в мое удовольствие доставить это удовольствие вот это вот близким, что для себя хочу? Ну, для себя видеть радостные, это, опять-таки, негромкие слова, видеть радостные глаза своих, знаете, как, так часто повторяюсь, близких, да, что приобретаем, ну, что и спокойствие, спокойствие, уют, вот это вот достаточно, понимаете, ну, опять-таки, ну, куда я это все заберу? Ну, получил я сейчас удовольствие, ну, допустим, на автомашине, да, поехал, купил себе, приобрел себе какую-то там намарку такую, ну, прошу прощения, а что дальше? Ну, есть транспорт и есть, все-таки, я больше склоняюсь к позиции вот этой Европы, да, вот их мышлению, что это средство для передвижения, да, поэтому здесь, ну, да, должно быть комфортно, конечно, да, в данном случае, учитывая, что мы проживаем в столице нашей прекрасной Родины, Москве, вот, здесь, как таково, я считаю, что транспортом пользоваться, это только общественный транспорт, да, несмотря на то, что, да, есть автомашина, да, но я предпочитаю, все же, учитывая, как бы, само вот это вот загруженность дороги и так далее, то есть больше пользоваться общественным транспортом и быстрее, это будет гораздо быстрее в целях экономии времени. То есть, Аяс Ибрагимович, я смотрю, вы действительно практик и ни разу не аскет? Нет, да, я действительно практик, да, поэтому... То есть, аскетичный образ жизни вам, ну, немножечко чушь или нет? Много вам для жизни надо? Да нет, в принципе, немного, нет, много-то надо, много надо для того, чтобы я мог этим поделиться со своими, как бы, родными, да. С родными, опять, и близкими, да? Да, родными, и близкими, да, поэтому... А если, вот смотрите, какая ситуация, тут я в последнее время смотрю телевизор, в космос люди начали часто летать, прям туристы, а вы хотите в космос? Ну... Вот, и было бы желание увидеть нашу прекрасную планету, вот этот замечательный шарик разноцветный, да, искусственный. Все-таки я практик, я, знаете, если я буду знать, что они летают туда, где есть жизнь, да, допустим, да, я полечу туда и посмотрю, пригодный для нас, понимаете, как... Нам это зачем, скажите, пожалуйста. Ну, нет, ну почему бы земля, вот как, вот, знаете, вот мы же с вами адвоката, да, и опять-таки споры, частые споры об имуществе возникают. Нам ничего не чуждо, то есть не в плане профессиональной деятельности, мы же приобретаем землю, да, допустим, нам хочется землю приобрести. А почему бы нам там не приобрести те же земли или каким-то образом установить свои границы, да, вдруг понадобится нашим детям, да, то есть, как бы, наше продолжение, наше будущее, понимаете? Поэтому так, чтобы просто полететь, посмотреть, как бы, ну, не знаю. Вот вы сказали, что землю мы приобретаем. Вы для чего землю приобретаете? Вы знаете, земля – это удовольствие, да, я считаю, что у каждого человека должна быть земля, где он может расслабиться, где он может насладиться жизнью, понимаете? Опять-таки, если относиться философски, мы все равно в эту же землю и уйдем, да, правильно? То есть, да, поэтому здесь, как бы, вы понимаете, это же, опять-таки, растительность, которую можно посадить, не для того, чтобы, там, я извиняюсь, работать в поте лица каким-то образом, да, то есть, посвятить свою жизнь, вот, труду. И когда я говорю про труду, я имею в виду, что полностью погрузиться в эту атмосферу, нет, а получить удовольствие для себя, понимаете? Вот приезжая, да, туда, допустим, когда мы говорим про землю, мы уже предполагаем, да, что это будет растительность, да, деревья, вебы, опять-таки, это такая энергетика, это же удовольствие. А если братьевича, вот, смотрите, тут вопрос у меня назрел, хирургом вы стать хотели, летчиком стать хотели. Ну, летчиком нет. Ну, не летчиком, а все-таки в ВВС вы служили, да, в следственных органах, да, я, знаете, чего понять не могу. Ну, вы ни разу не сказали о том, и я хочу об этом узнать, вот, вы замечательно готовите шашлык и плов. Где этому учат? В армии, в следственных органах, ну, ну, где? Нет, безумно любопытно. Да, ну, вы знаете, как этому, возможно, это предрасположенность к тому, чтобы сделать приятные людям, да, готовность, когда как, ну, Ну, как говорится, мужчины, это, это, как их, не существа, чтобы грубо это не звучало. Мужчины все-таки, знаете, как, ну, по статистике готовят лучше, чем женщины, да. Ну, не знаю, по статистике, вот, как бы, да, возможно, знаете, они редко готовят, как женщины обычно говорят, ну, вы же редко готовите, поэтому, и мы все-таки это делаем все-таки с любовью, да. То есть, когда редко готовишь, и ты что-то пытаешься, знаете, в этом смысле приготовить, то ты это делаешь с удовольствием, ты пытаешься там чем-то удивить. А женщины, получается? Женщины тоже готовят очень вкусно, да, они делают это довольно часто, понимаете, поэтому, да. Им становится менее интересно, или что? Возможно, менее интересно, я и думаю, что менее интересно становится, но мы же, опять-таки, мужчины такие, что, приготовив, начинаем смотреть в рот тем же женщинам, тем гостям, которые у нас пробуют вот это вот замечательное блюдо, пытаемся от них дождаться еще похвалы же, правильно же, а женщины они готовят, да, спокойно относятся к этому, поэтому здесь, ну, на самом деле, да, у меня и отец очень вкусно готовил, понимаете, как бы, вот, обратите внимание, даже вот, то ли женщины, то ли мужчины, при подготовке одного и того же блюда, вкусы совершенно разные получаются, почему-то, вроде ингредиенты те же самые, да, понимаете-ка, поэтому я думаю, что, ну, что касается шашлыков, плова, обучения, да, ну, это все годами приходило, то есть как целенаправленно я этого не учился, изначально у меня получалась хорошая только яичница, пышная, как говорится, да, то есть она как бы все удивлялись, говорили, что-то соду добавил, или что добавил, нет, обычная яичница, но она получалась очень пышной, вот, затем картошка, затем более усовершенствованные блюда, там, голубцы, вот, ну, то есть с уходом матери, вот, знаете, наверное, такая вот примечательная вещь, да, ситуация такая интересная, что как будто рука вот эта вот переходит к тебе, да, то есть вот, да, вот стал готовить, и получается вроде бы, ну, не все блюда, конечно, да, вы назвали, вот, да, определенные блюда, которые, ну, это такой краткий перечень, который более-менее получается, но, опять-таки, судить это, наверное, вам, тем, кто пробовал. Сейчас на камеру официально вы мне заявляете, да? Да, о чем? Что вы меня практически не угощали ничем. Нет, 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 я об этом не заявляю, я говорю, что судить это тем людям, кто пробовали, понимаете, как, когда ты сам готовишь, ты все равно должен, как бы, не должен, наверное, да, ну, хотелось бы знать мнение тех людей, для кого ты приготовил. То есть в данном случае вы пробовали, да, вы можете только об этом говорить, насколько это вкусно получилось, да, поэтому здесь, ну, ваше субъективное мнение, ну, не для всех же оно, допустим, должно быть обязательным, да, то есть, как бы, ну, здесь, не знаю, вот если бы вы приготовили бы что-нибудь, соответственно, я бы оценил бы, да, это, я бы сказал бы, да, вкусно, или, возможно, что-то не хватает, к примеру, да, поэтому... А я сюда, Ильич, а какой у вас самый любимый праздник? Мы люди, нам нужно хлеба и зрелищ, мы праздники любим, ну, покушать и порадоваться у вас дома. Ну, однозначно, самый любимый и главный для меня праздник, это Новый год, Новый год, Наврусбайрам, для меня вот это главный праздник, вот эти два праздника для меня самые любимые, потому что, почему? Это связано с моим детством, вы понимаете, как когда в советские времена, да, возвращаясь к советскому временам, это предвкушение этого праздника, ящик апельсинов, ящик мандаринов, которые, знаете, как еще у меня характер был в детстве, так вот мы купили, я никому не давал прикасаться до праздника к этим фруктам, и самый мой любимый фрукт, который мне говорил, что не вздумайте, но это в советское время все же дефицит некоторых был, да, то приятный, но это дефицит, вот я говорил, что давайте там все дождемся, хотя мать говорила, что давайте, если что, докупим, докупайте, ешьте, а это не трогайте, это для праздника, то есть вы понимаете, это те блюда, которые, ну, мужчины в основном любят поесть, да, я не исключение, соответственно, понимаете, это праздник, когда на столе все блюда есть, да, все твои любимые блюда, вот, и в продолжение настоящее время то же самое, понимаете, как для меня это праздник такой, что стол должен ломиться от ямства, хотя мы реально понимаем, что мы их не доедаем, и потом часть из этих блюд куда-то уходит, но это праздник, он должен быть праздником. И Новрус, это щекер-бурапа, хлава, это наши национальные вот эти вот и блюда, и выпечка наша национальная, понимаете, это радость вот этих вот дней, то есть весна, да, предвкушение весны, то есть вот эти два праздника для меня, конечно, являются дорогими, и в принципе, ну, даже вот я могу сказать, день рождения, оно не настолько, с возрастом тем более, не настолько любимое, чем вот эти вот праздники, да, поэтому вот так вот. То есть я сейчас услышал, что адвокатская вредность начала проявляться еще в раннем возрасте. Ну, в принципе, да, в отношении к фрукту, да, от состояния, как говорится, своей позиции, да, чтобы не трогали вот это все, это да. А что больше всего вас привлекает в вашей работе, Аяса Брагинча? Не просто же за деньги люди трудятся. Есть какая-то идея у кого-то, да. Каждый свои цели преследует и обязательно от работы получает какое-либо удовольствие. Взрослый человек, который не получает от своей работы удовольствие, он сменит работу и будет искать ту работу, от которой он получает удовольствие. Что для вас ценно в вашей работе? Просто так ходить, рассказывать, что-то показывать. Вы знаете, вы правильно сказали, что прежде всего это получить удовольствие от работы не в финансовом, не только финансово, да, то есть каждая работа должна быть оплачена, это понятно, да, то есть как бы, но кроме вот этой вот оплаты, допустим, да, мы получаем моральное удовлетворение от нашей работы. Вы понимаете, это опять-таки главное, это постоянное вечное обучение, то есть вот это вот главное, когда ты постоянно учишься, потому что адвокатура это, знаете, как это, различные категории дел, с которыми ты сталкиваешься и постоянно у тебя должны работать мозги, мышление, то есть вот это главное, понимаете, вы должны получить от этого удовлетворение. Опять-таки, в любой деятельности, в любой работе, да, тот же вот, допустим, укладчик кирпичей и так далее, это его профессионализм, если он получает от этого удовольствие, если он понимает, насколько он постребован в этом, да, то есть это тоже, в принципе, важное значение имеет. В адвокатуре, я не знаю, у нас, наверное, мышление постоянно, мозги работают, то, что, помните, изначально говорил, что работа в следственных органах есть определенное время, когда ты отработал, дальше либо ты идешь, работаешь до пенсии, да, чтобы выдерживаешь время, либо ты идешь, чтобы не деградировать, да, то есть как бы идешь, там, как бы занимаешься другой деятельностью. Это в моей ситуации. Люди есть, которые там годами работают, возможно, им это и нравится, у них постоянное повышение идет в этом плане своей квалификации, да. Ну, мне, да, нравится адвокатура, я не жалею, что я пришел в эту структуру, да, в эту корпорацию, то есть это постоянное изучение, чего нравится, да. Ну, вот смотрите, есть же, наверное, какой-то алгоритм действий, что шаг один, два, три, четыре, то есть вы делаете эти шаги, адвокат, да, то есть вот этот алгоритм исполняет, и в итоге человек выходит на свободу, его оправдывают, ему все говорят, иди, вдохай, лети, ты свободен, да, то есть, или что? У нас же тоже есть какой-то алгоритм, или каждый раз у вас разные шаги. Ну, да, вопрос понятен, да, если касается уголовного дела, действительно, ты радуешься тому, что ты помог людям, вот понимаете, как, то есть это удовлетворение, получая тот ожидаемый результат, да, в принципе, положительный результат, ты получаешь удовольствие от самой работы, а главное удовольствие от того, что твой доверитель, да, в данном случае получил благополучный исход по данному делу, понимаете, как это удовлетворение, не только, вот вы правильно вот заметили, что это не только финансовое удовлетворение, вы знаете, настолько приятно, когда люди ценят твою работу, и когда звонят тебе, и масса благодарностей в твой адрес сыпятся, да, то есть, как бы, на самом деле, это, знаете, как мурашки по телу, да, то есть, как бы, это такое удовлетворение, что даже по истечению, учитывая опыт работы, да, каждый раз, когда люди к тебе относятся, знаете, как, наверное, понимающие, да, и ценят твою работу, вот это главное, вот это главное, и это, знаете, как, это, наверное, не заменит ни одно удовольствие, когда люди, опять-таки повторюсь, наверное, да, что с благодарностью относятся к тому, что ты сделал. А я собираюсь, расскажите, пожалуйста, что такое свобода для вас? Свобода. Ну, что это? Для каждого она своя, мы прекрасно понимаем. Ну, знаете, вот, конечно, вот, по сути, вот, вы такой вопрос задали, что я даже никогда не задумывался, над этим, да, я здесь не просто, да, 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 вы меня в распол застали, ну, вот, и мне пришлось, знаете, на какую-то долю секунды подумать, действительно, а что для меня это свобода, да, наверное, свобода, то, что делать, вот сейчас, да, вот, спонтанно, допустим, свобода, это то, что делать, делать то, что нравится мне, да, то есть, как бы, свобода выбора, то есть, в данном случае, например, я выбираю ту работу, имею такую возможность выбирать ту работу, с которой я хочу выполнить, понимаете, вот это свобода. Я могу свободно перемещаться, я не предрасположен к какому-то графику, понимаете, я, наверное, все-таки, да, свободолюбивый человек, и это, в принципе, одна из причин, почему я не могу работать в государственных органах, да, то есть, быть привязанным к определенному графику, распорядку работы, вот, к определенной деятельности, нет, я хочу заниматься любимым делом, и делать это тогда, когда мне это удобно, да, то есть, как бы, понятно, что многие могут сказать, что, ну, так, есть ли расписание, там, графика, допустим, этих судов, да, да, это понятно, но, опять-таки, ты же выбираешь, ты выбрал эту, значит, этого доверителя, ты выбрал его работу, и, соответственно, ты уже, знаете, привязываешься к этому графику, но это ни в коем случае не ущемление твоих прав или каким-то ущемлением твоей свободы, понимаете, поэтому здесь, в данном случае, я считаю, что вот свобода, что ты можешь распоряжаться своей деятельностью, да, наслаждаться им, вот, то есть, так вот даже, да, а сколько она стоит, по-вашему? Свобода сколько стоит? Да, такой денежный вопрос, на самом деле. Ну, наверное, это все-таки... Цена есть или нет? Если деньгами, это, наверное, бесценно все-таки, вот так вот, то есть, цена, вы понимаете, как это, нельзя оценить ни в миллион, миллиард и так далее, то есть... А мы живем, смотрите, в таком замечательном государстве, где без денег, ай-яй-яй, ну, никуда, потому что у нас закредитованность населения достаточно большая, мы все крутимся вокруг цен на полках магазинов, нам нужно кушать, нам нужно кормить дорогих своих детей, да, про которых вы рассказывали, что им нужно что-то еще после себя оставить. Свобода, да, классная штука, это очень фантастично, но цена-то есть, наверное, усилы. Вот если все-таки попытаться измерить... Да нет, ну, даже здесь не измеришь, здесь, знаете, как... Мы говорим, если мы... Мы должны тогда различать некоторые факторы, да, если мы говорим о том, что при выполнении работ, соответственно, если ты берешь на себя поручение, то она должна быть достойно оплачена. Это мы здесь не говорим про свободу, мы... В некотором роде вы правы, да, она касается свободы, потому что вы должны свою свободу оценивать по тем обстоятельствам, да, по той работе, которую собираетесь выполнять. Естественно, если, как бы, вы беретесь за работу, вы ее так должны оценить достойно, вы знаете мою позицию, что либо не браться за работу, либо, если браться, ее выполнять действительно добросовестно, не продаваться, как я всегда говорю, я не продаюсь, я не покупаюсь, если я взялся за работу, я, естественно, в интересах доверителей сделаю все. Да, но этот доверитель должен оплатить мне, соответственно, работу достойно, поэтому я всегда говорю, ребят, вы правы выбирать, вы идите, походите, посмотрите, может кто-то вам предложит гораздо меньше, за меньшее вознаграждение выполнить эту работу, вы понимаете как? Потому что я знаю, что я, если я возьму тоже вознаграждение в меньшей сумме, я также буду эту работу выполнять. Прошу прощения, но, как бы, я не благотворительная организация, оговорюсь, да, как бы это жестко не звучало, и, соответственно, моя работа должна тоже быть достойно оплачена. А если, Брагимович, вот, знаете, какой вопрос мне в голову сейчас пришел? Мы затрагивали момент, когда сдача экзаменов, то, что мы все получаем высшее юридическое образование, мы все хорошие молодцы такие все, юристы, адвокаты. Небольшое различие между юристами и адвокатами. Вы сказали, то, что адвокат экзамены сдает определенного характера. Ну, да, не только это. Ну, вот смотрите, адвокат гарантии не дает, и юристы, я знаю, юристы дают гарантии. То есть, по логике вещей, юристы крутые. Ну, крутые, прям вообще, представляете? А вот адвокаты не дают. Ну, вот, в том-то и дело, что адвокаты, в принципе, во-первых, что и правильно, они ограничены законом, потому что невозможно дать гарантию. Вы понимаете, когда даже, если обращаясь к своим доверителям, да, не к своим, а вообще к людям, да, ну, в моем понимании, человек, который дает гарантию, это мошенник. В моем понимании, опять-таки, почему? Потому что мы не можем дать гарантии. Гарантии, еще раз повторюсь, один Господь дает. Во-первых, это правильно сделали, что адвокатура, вот, в законе как раз-таки, да, указано о том, что адвокат не имеет права давать гарантии. На самом деле, так оно и есть. А что касается юристов, дают гарантии, ну, по сути, они просто, как сказать, делают это для того, чтобы привлечь клиента. А по идее, о каких гарантиях может идти речь, вы понимаете, как здесь, я считаю, что, еще раз говорю, в моем понимании, это мошенники. Нельзя давать гарантии того, в принципе, о чем только может Аллах знать, да, то есть, вот, поэтому, ну, да, это некоторый способ привлечения клиента. Понимаете, как, ну, поэтому, ну, я лучше останусь без средств к существованию, но, вот, тем не менее, не буду давать, знаете, пустых обещаний, да, репутация тоже маловажная вещь, поэтому мои доверительные за длительный период работы, многие знают, что, да, я гарантии не даю, но я выполняю эту работу. То есть, добросовестно, что смогу я сделаю, если будет там шанс какой-то использовать, мелкий, маленький, я ее сразу же использую, да. Поэтому, ну, по юристам, ну, есть, есть порядочные юристы, конечно, они разные, юристы есть, да, поэтому, ну, обращаясь к людям, опять-таки, да, вы сами кузницы своих судеб, да, вы сами, как бы грубо не звучало, виноваты в том, что вы идете к людям, дающим пустые обещания, а потом приходите и говорите о том, что вот меня обманули, да, то есть, как бы, реально оцениваете свою ситуацию, эти бесплатные консультации, которые озвучиваются, ну, поговорка, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, правильно же, вы же должны оценивать ту ситуацию, что люди просто так не могут бесплатно консультировать, да, естественно, при этом они арендуют помещение, да, то есть, это, это вложение денег, не маленькое вложение денег, да, соответственно, содержание, возможно, персонала, ну, включая вот эту бочту, заканчивая там слесарем, вот, теми же юристами, да, ну, на что они будут содержать, а каких бесплатных консультаций, бесплатных вообще, бесплатном ведении дела, может идти речь, люди должны оценивать ситуацию, да, потом теряют больше, гораздо больше, чем действительно приобретают, поэтому, право выбора есть за всеми, конечно, но выбор это должен быть разумным. А я с Ибрагимовичем, скажите, пожалуйста, какие у вас планы на будущее? Ну, будущее еще пока никто не отменял, карантин, пандемия, коронавирусы, ну, все это понимаем, но планы на будущее вы строите, что ли? Ну, да, если исключить пандемию и так далее, вот эти негативные факторы, которые в некотором роде влияют на экономическое положение дел, планы, да, планы, как всегда говорят, какие у вас планы, планы у меня грандиозные, да, грандиозные, а не в плане чего? То есть хотелось бы продолжить деятельность, достойно зарабатывать, да, то, что, в принципе, и происходит, но, как бы, человек-то уж так устроен, что хочет еще больше и больше, но вложение, имущество, приобретать квартиры, приобретать те же самые дома, да, вот, заметьте, это, да, все заметят, наверное, это я в множественном числе это говорю, я даже не скрываю об этом, да, это вот действительно то, что можно заработать, вложиться вот в то, что необходимо, вот и все, вот это вот, наверное, планы, скорее всего, ну, что касается экономического, имущественного состояния, а так, планы, конечно, не то, что планы, а пожелания своим близким, чтобы они были здоровы, главное, чтобы здоровы были. А я собираюсь, а вот в профессиональном плане у вас есть какие-то желания и цели? Ну, я прекрасно понимаю, что вы достаточно большой период времени занимаетесь адвокатурой, и огромнейшее количество статей, по которым, да, вот, людей вы защищали, здорово. Есть какие-то нереализованные моменты, чтобы вы хотели в будущем, ну, например, там, кто-то скажет, я вот по кражам хотел бы вот лучше стать. Ну, планы какие? Планы усовершенствоваться, постоянно совершенствоваться. Еще раз повторюсь, мы в этой работе плюс большой, чтобы усовершенствоваться, да, соответственно, я не, опять-таки, ну, как, хотелось бы, знаете, как, более, большое количество выигранных дел, опять, не только в уголовном праве и гражданском. Мне очень нравятся гражданские дела, я уголовные дела, как таковой, не люблю, да, я в них разбираюсь, да, но, понимаете, как, возвращаясь к тому, что я уже ранее говорил, что, учитывая нашу обвинительную систему, да, к сожалению, да, это, знаете, составляет некоторую сложность, да, ты понимаешь, что иногда бьешься головой, там, об стену, да, то есть, как бы, ну, да, делаешь все, что можешь, да, в некотором роде помогаешь, вот. Вот, ну, мне бы, да, мне бы хотелось хорошие, знаете, какие гражданские дела, соответственно, для того, чтобы, понимаете, повысить свои профессиональные навыки. Человек должен постоянно повышать свои знания, понимаете, поэтому, кто говорит, я все знаю, это неправильно. Даже если вы изучите все законодательство, вы согласитесь со мной, что в практике, да, по одному и тому же делу суд принимает одно решение, аналогичнее один в один дело суд принимает иное решение. Поэтому здесь, конечно, да, здесь хотелось бы, чтобы постоянно были хорошие, знаете, дела, которые требуют большого, вот эти, умозаключения, да, большого размышления, но, опять-таки, достойно оплачиваемо. Вот вы сказали, что дальше хотите развиваться, развиваться, становиться более таким профессионалом, мастером, да, я могу вопрос такой, вы вообще как-нибудь остановитесь? Ну, куда дальше? Вот куда дальше? Я знаю вас, а я вас достаточно, я считаю, по крайней мере, что я вас хорошо знаю, куда дальше? Ну, что вам еще надо? Это вот, знаете, когда человек не может остановиться, а у вас такая ситуация, уж меня простите, потому что... У каждого свои минусы, поэтому я и говорю, что да невозможно все знать, вот, что бы вы ни говорили, невозможно все знать. Вот, дело на дело не приходится, и она, по сути, да, они аналогичные бывают, но они не похожи друг на друга, понимаете, как, поэтому здесь, и, опять-таки, та ситуация, которая складывается вокруг определенного дела, да, понимаете, как, она же требует вроде аналогичное дело, а доказательные базы разные, вы понимаете, как, поэтому приходится выходить из ситуации, соответственно, определять ту позицию, которая в настоящее время актуальна. Вот, поэтому нет, конечно, это... Человек не может знать, а учитывая, что он не может всего знать, он должен постоянно усовершенствовать, тем более, что, вот, главное, это мой хлеб, это мой хлеб, оно мне кормит, но оно должно кормить, знаете, как, чтобы, наверное, не так просто, вот, как сказать, как, чтобы это выразить правильно, не выбросили тебе кусочек хлеба, там, да, или обмануть кого-то, да, чтобы добыть этот хлеб, нет, оно должно быть, знаете, как, в профессиональном смысле слова достойно выполнено, да, то есть, чтобы, опять-таки, когда ты на хлеб мажешь масло, да, чтобы оно было, знаете, как, вкус и приятен был для тебя. Угу. Аяс Ибрагимович, я вас благодарю за это интервью. У меня, на самом деле, как вы понимаете, еще масса вопросов. У них много, и в том числе о том, как вы пришли к идее самой, да, создать коллегию адвокатов. Первую, вторую, да? Вопросов этих много, но на данной позитивной ноте, я думаю... Время ограничено. Да, время ограничено, я думаю, можно уже заканчивать. Я надеюсь, что вы и в следующий раз, когда я вас попрошу, может быть, мы с вами второе интервью уже проведем, и здорово, и в продолжение этого будет. Скажите, пожалуйста, что бы вы пожелали нашим замечательным зрителям? Ну, пожелал бы я прежде всего это здоровье. Как никогда, с 20-го года это стало более актуальным, да. Ну и дальше... Сделайте так, чтобы вас не обманули. Все-таки думайте. Прежде всего, принимайте решение не на эмоции, все же, да, дайте время для себя, чтобы обдумать ту или иную ситуацию. И, соответственно, обращайтесь к профессионалам. На самом деле, это немаловажно, потому что от того, какие вами будут сделаны шаги, зависит, возможно, наверное, не побоюсь этого громкого слова, ваше будущее. Спасибо. Ну, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был председатель коллегии адвокатов, московской коллегии адвокатов, сила закона, Ахмедов Аяз Ибрагимович. Его контакты я обязательно оставлю в описании к этому видео, внизу. То есть, галочку нажмете, все. Как найти этого замечательного специалиста, у вас будет возможность. Также подписывайтесь на канал, оставляйте вот там вот под видео, внизу, комментарии. Если будут какие-то вопросы, задавайте. Аяз Ибрагимович, я надеюсь, увидит их, ответит на ваши вопросы. Ну, спасибо вам. Спасибо вам большое, Аяз Ибрагимович. Спасибо вам большое, что посмотрели. А так, наслаждайтесь жизнью, будьте свободны. Спасибо. Спасибо.